Много поводов для того, чтобы порадоваться за музей, порадоваться за нас всех, что мы здесь собрались. Потому что первое событие, это касается того, что все-таки музей день рождения. Поздравляем! Нам уже 31 год, и мы начали отсчет с того, что открыли первую постоянную экспозицию и начали собирать коллекцию. Сейчас музею уже 7 тысяч. Идеи сохранения, и это довольно значительное собрание. И, конечно, в основном графическое наследие. Но, в принципе, скромное здание, скромная площадь, и поэтому мы не можем наладить более крупного хранения. Администрация обещала, что позаботится о музее, и в этом году нам будет дополнительно выделено помещение. Поэтому я спешу вам сообщить такие сведения, что все-таки какая-то забота проявляется. Ну, и мы ко дню рождения нашего дорогого музея подготовили замечательные выставки. Это Алексея Пахомова и Юрия Нашивочникова. Мы сейчас с вами откроем выставку Алексея Федоровича, а потом спустимся попозже. Мы немножко откроем выставку в бюре Алексея Нашивочникова. Какой у нас примерно план? Хочется сказать, что эта выставка, она состоялась благодаря, в общем, какому-то удивительному отношению и продолжению вот этого света, который Алексей Федорович нам когда-то дал, это в его детях. И вот здесь с нами присутствует Алексеевна Пахомова. Работы также были представлены вот и применниками. Это Алексеевна, это дети Андрея Пахомова и Алексеевича. И нам очень приятно, что эта выставка как-то собралась здесь, в этих залах музея. Это уже вторая выставка. У нас была выставка, посвященная рисункам Варламова. И мы, в общем, поставили перед собой цель сделать альбом, посвященный той выставке, как бы сопутствующей ей. Мы осуществим в этом году выпуск этого альбома. Я думаю, что в прошлом году были трудности, не смогли его сделать. Но в этом году мы его осуществим. И мне отрадно, что вот другая доченька из Германии написала нам такое вот свое отношение к музею и к выставке Василиса Алексеевна Пахомова. Я бы хотел именно с этого начать, раз, зачитать вам это послание. Вот, значит. Уважаемый Александр Михайлович, дорогие коллеги и друзья музея, болезнь не упускает нас в своих лап и диктует свои злодейские правила. В том числе, она лишила мне возможности быть в своей жизни. Остается издалека сердечно поздравить вас с днем рождения музея. Желать и впредь успешное осуществление его благородной миссии и сказать два слова по поводу открывшейся выставки. Исключительную роль книжной и журнальной графики в творческой биографии Пахомова трудно переоценить. Здесь не место перечислять факты и рассказывать об истории создания конкретных работ. Это занятие увлекательное, но долго. Да и сам Пахомов, насколько было возможно, сделал это в своей артемонографии, которая скоро, надеюсь, выйдет, будет переиздана. Попробую коротко обобщить, лишь главное. Немногие иллюстраторы могли равняться с Пахомом по жанру в иншироте и многообразию миров, который тот погружался вслед за писателями самого разного склада и разных исторических эпох. По изобразительности богатства и интонации, как технологических, так и рисуночных, а главное по умению при этом неизменно оставаться самим собой и сохранять свою верность себе как художника, как убежденный гуманит. Пахомов жил своим временем, и его уродство и жестокости не прошли бесследно для его творчества. Только пережившие две революции и две мировые войны, мрак, сталинизм и все, что досталось на доле художников самое трагичное и стеречь от 20 века, состояние оценить, чего стоило, на первый взгляд, успешному и признанному Пахомову на протяжении всей жизни избегать фальши, умудряться сохранять верность себе как художник и как убежденный гуманит. Этой неизменной внутренней свободы он в огромной степени обязан именно работать к ней и обязан тем, что выжил и сломался как художник. Когда затравлены критикой сталинистских идеологов в 1938 году, принял трагическое решение навсегда оставить любимую жизнь. Поход то, что рисунок он любил ничуть не меньше, любил страстно, одержимо, вдохновенно. Рисование было для него не столько профессией, сколько элементарной потребностью способом существования. И потом пытаешься разобраться и обречь слова в свое впечатление. Это делают художники, историки, искусство, иные взрослые, а дети, для которых предназначена книга, об этом не думают. В детское сознание эти образы сразу и навсегда со всей безговорочной убедительностью входят такими, какими их увидел пахов. И с тех пор они уже неотторжимы от образов литературы. Мороз, Красный нос, Некрасово, Бежен, Бук, Тургенево, Лёля, Минька, Зощенко, детское Никита, Алексея Толстого, детское болезнь, Маршака, и, конечно, Льва Толстого. Все это примеры Проходите сюда симпоз разнородных художественных языков, когда кажется правомощным говорить о конгениальности литератора и художника. В этих, как и во многих других работах, уместнее называть Пахомова не иллюстратором, а полноправным соавтором писания. Словесные образы обретают здесь в ясных пластических конструкциях адекватную зримую интерпретацию, а иной раз по художественной силе и превосходимую. Есть ряд книг, где, наоборот, готовые рисунки Пахомана стали поводом для текста литератора. Одна из первых его книжек лет 1927 года и вовсе не нуждалась в тексте. Рисунки высказали все, что в собственном бережно сохраненном из деревенского детства мироощущения художника связывалось с этим словом. А сверх того они дарили стихийным художественным наслаждением самой изобретательной тканью книжного организма. При всей своей художественной новизне и раскованности Пахоманские образы удивительны, естественны и конкретны. Им веришь безоговорочно. Секрет в том, что при всем глубинном чувствовании и психологическую атмосферу литературного произведения характер героев двух разных стран и эпох Пахомов всякий раз рассказывал и о чем-то ему близком лично передо. В образном строе его рисунка всегда жила частичка его личной биографии, согревающей и взумительным теплом лирического чувства. А новаторская художественная форма никогда не была самоцветкой. Она рождалась исключительно через увиденное художником в реально действительной, преображаясь карандашом Пахомова явления искусства. Мне было важнее всего не имя автора, а повод для рисунков, о том, что отвечало моим творческим интересам, признавался художник. И еще, чтобы карандаш в этих рисунках ложился на бумагу естественно и красиво. Ну, что надо было сделать, чтобы так естественно и так чарующе, красиво, как это удавалось Пахомовскому карандашу, этого не мог бы объяснить и сам Пахомов. Не случайно он был первым из молодой приятных художников, удостоившихся в 1925 году чести быть изгнанным в число соратников Маршака и Лебедева, двух гениальных инициаторов уникального исторического феномена искусства в детской книге. И какие нормы, догмы и теории и давления над ними. К ним у него был врожденный иммунитет. Учителя и близкие ему по духу традиции искусства прошлого были не более чем школы, из уроков которые он делал собственные неожиданные выводы. Без профессионального книжного опыта и без заученных правил, только с колоссальным запасом вдохновенного идеализма, рисовального артистизма, который тоже хочется назвать врожденным, взялся 25-летний Пахомов за новое дело с высокой целью сделать массовую детскую книгу произведением высокого искусства. Сделать это в убогих условиях тогдашних типографских возможностей на дешевой бумаге было дело мудренно. Казалось наивной утопией. Нужно было искать абсолютно новые пути, новый эстетический подход, новые выразительные средства. Нужно было окрыленность Пахомова благородством задачи, романтизм его жизнеощущения. Нужен был тот, не раз отмеченный исследователями высокий идеализм, который освещал путь Пахомова в искусстве. Необходимо было наконец вознословное трудолюбие и прежде всего мощный почвенный талант Пахомова, чтобы достигнуть на этой идее таких вершин, как это ему удалось. В каждой новой работе я старался найти новую художественную форму и салон. Это стремление к новизне и изобретательности наполняло меня тогда и, естественно, вытекало из ученических лет и художественной атмосферы того времени. Но, чтобы при всем этом разнообразии всегда оставаться Пахомовым, неизменно и легко узнаваемым, необходимо было иметь твердый фундамент собственного образного мира, который жил в его искусстве и которым оно было живо. Беспрерывный поиск, неустанный эксперимент, заражающая требовательность к себе, опора на личный жизненный опыт. Все это приводило к стерзновенным и блистательным находкам. Часто они перекликались с поисками Пахомова в живописи и фреск, так работая над книжками, касая топор и салон. Мне хотелось придать образу крестьян значительность и праздничность, монументальность стенной росписи, как бы изъять из их слишком бытовой среды искусства 19 века. Ради этого я и композиционно строил листы на почти орнаментальном ритме. Монументальная природа дарования Пахомова действительно мощно прорывалась во всем, что он делал, независимо от размера жанра и материала, в которых он работал. В детских книжках это не было ни требованием, ни сознательной целью художника. Это было просто в природе его давал. А во всем этом можно долго рассуждать, но еще важнейше смотреть. Взятая вместе вдумчивая созрцательная Пахомова созрцание Пахомовских работ о многом заставляет задуматься, иное переоценить или, может быть, впервые оценить так, как этого заслуживает художник. Этой цели, надеюсь, и послужит сегодняшняя выставка, за которую низкий поклон строительства. Трудно читать, и много, извините, конечно, если что-то не так, но хочется поблагодарить Василису Алексеевну за внимание к выставке, внимание к музею, и передать ей низкий поклон и был...